Второй домашний матч Тайфун провел с гостями из Хабаровска амурскими тиграми. В этом сезоне команды молодежной хоккейной лиги проводят пару выездных и столько же домашних игр. Поэтому после первой победы Тайфун спустя 10 часов вновь встретился со своими противниками из столицы Дальневосточного региона. Спустя 9 секунд от начала игры шаломляющий бросок тигров Дмитрий Шавуров застал врасплох хозяев. Просто действовал по заданию, а тут такой удачный оскок. Вот и забил. Полезло. 12 минут понадобилось Тайфуну, чтобы сравнять счет. Автором шайбы стал Артем Чернов. Через минуту последовала ответная контратака и дубль выполнил Дмитрий Шавуров из Амурских тигров. Счет 2-1 в пользу гостей. В первом периоде команда больше не удалось реализовать голевые моменты. Уверенно начали второй период хозяева льда. Игра развернулась у ворот хабаровской молодежки. Местный состав проверял на прочность вратаря гостей Владислава Насонова. И спустя 3 минуты шайба оказалась в его воротах благодаря Даниилу Серауху. Но удачу Тайфуну прервала череда штрафов. Дисциплинарное наказание, грубая игра, сдвиг ворот. 9 минут подряд на скамейку провинившихся уезжали игроки Уссуриска. В итоге ворота остались защищать лишь трое хоккеистов, в то время как амурские тигры играли полным составом. В меньшинстве хозяева пропустили две шайбы. Счет на табло 4-2 в пользу гостей. С таким результатом команды закончили второй период. Сыграло большое количество удалений. Играли 5 на 3 где-то полупериода. Ребята устали. У нас скамейка удаленных было вроде человек 7-8. Играли там в две пары. Играли. Ну получается две четверки. Ребята устали уже. Все. Они наелись. Уставшие и злые вышли на лед игроки Тайфуна на заключительный отрезок. И снова удаление в нашей команде. Молодые парни не смогли совладать с эмоциями и начали совершать ошибки. Тигры быстро воспользовались положением. Провели шайбу к воротам Кирилла Калинина. И увеличили свое преимущество. 5-2. Спустя 5 минут. Еще одна успешная атака гостей. 6-2. С такими цифрами на табло завершилось противостояние амурских тигров и Тайфуна. Подломили это удаление. Сломали все ход игры. Именно второй период. Очень много удалений. С таким удалением конечно выиграть просто нереально. Следующие матчи Тайфуна также будут домашними. 26 и 27 сентября в 19.00. Уссурийский состав примет на своем льду лидеров. МХЛ Нижегородскую Чайку. Цена билета от 150 до 350 рублей. Поддержим свою команду. Продолжение следует.